Привет всем, с вами Вадим Двак и Хаус И я комментирую для вас матч с Intel Extreme Masters Это первая игра отечественной команды Moscow 5 И сейчас мы смотрим за её действиями Рестримлю я французов, у них качество неплохое Вроде как здесь Genja долго ждал, не добивал голема И я взялся с энтузиазмом за эту игру, потому что мне очень нравится пик нашей команды И либо наши победят, либо игра будет какой-то интересной То есть Dignitas нас как-то удивят И вот уже первый интересный факт, первый интересный мув от команды Dignitas Сразу же пришёл Роуминг Тарик, то есть он не дождался пока что-то там произойдёт Не пошёл на низ, не пошёл помогать своему Грейвсу А сразу же попытался загангать и развёл на флэш Райза А флэш Райза очень нужен не только для того, чтобы спасаться, но и для того, чтобы добивать Как и многим магам, то есть часто используют его комбинацию заклинаний Это флэш плюс клетка И сейчас он этого будет некоторое время лишён Отличный мув, то есть за это заплатили некоторым количеством крипов у Грейвса У Грейвса сейчас всего лишь три крипа На топе у нас стоит Дарьин против Кенона Дарьин играет за Ирелию, как вы видите И чем хорош Дарьин на Ирелию? Вот я несколько раз его видел, сколько, ну, например, играли они против GameZ.ru команды Дарьину там также пришлось тяжело на топе, но как бы ему не было тяжело, он всё равно нафармит много и всё равно будет убивать Вот, и здесь Когмав от Генжи Генжи, пожалуй, лучший игрок за Когмава, в принципе Здесь врыв от Даймонд Прокса, клетка, не понадобился флэш под себя Кидает стан, у нас ворон, но всё-таки умирает, это фёстблат Фёстблат от Даймонд Прокса, баф Всё-таки Красный добил вместе с Игнайтом Отличное действие Дракониха, она же Шивана, известна тем, что у неё нет ни стана, ни слоу Но зато, в отличие, кстати, от нового героя, у которого есть и то, и то Но зато у неё есть невероятно высокий дамаг Особенно, когда она покупает Витцента, она вносит тон И тут Ирелия лезет, Кенон что-то не сразу прочухал, что что-то не так Но в любом случае Искру он не тратил А осторожного Кенона, который не тратил Искру, гангать очень и очень сложно То есть Даймонд особо на топ может не приходить здесь Если только Кенон не потратит свой третий спелл для того, чтобы напасть, для того, чтобы нанести урон Ирелия может спокойно терпеть под тавором Это, в принципе, неплохой выбор против Кенона То есть она может либо включить второй спелл и добивать крипов с одного удара Либо прыгать на каждого, и из-под тавора всё добьётся Тарик шёл, ставить варт, но что-то не дошёл Здесь у нас Лисин четвёртого левела, и он забирает дракона Вот это же задумочка у нас, ребята То есть там много чего на армор Приходят сюда Грейвс, отправили у нас по тавору Когмава Что я и говорил То есть либо Moscow Five победят, что супер хорошо Либо Дигнитас нас как-то удивят И уже вторая, вторая какая-то их домашняя заготовка Быстрый дракон, это лол Нижний лайн, третий левел Они забирают дракона, уже косарь Видите, но с другой стороны преимущества по грибам есть некоторые То есть у Грейвса 21, у Когмава 26 А кто у нас там так жёстко перефармливал? А, Фестблад, Фестблад был сделан командой Moscow Fight Не забывайте это Поэтому у одних 1000 голды, у других 575 за счёт Фестблада То есть это ФБ плюс ассист Причём Шивана получает ФБ Кстати, вот, конечно, и хорошо было бы самой дракона забрать Очень быстрые у неё когти То есть у Лисина, естественно, никаких когтей нет Он покупает 2 Доранс Блейда для того, чтобы быть сильнее в гангах Может быть, получить несколько ударов от Таварки дополнительных Кеннон пропушил и пошёл за Вардом И купить что-нибудь полезное То есть у него есть довольно много денег 29 у него крипов Также 29 у Свейна Райз 26 Вы, наверное, помните игру против МТЛ Где Алексич тащил за Райза Он просто вытащил свою команду за этого героя Они считают его имбалансным довольно-таки Я частично с ними согласен Потому что этот герой собирается в ширину А при этом наносит неплохой дамаг Это, конечно, отлично Вот, то есть, видите, Лисин не берёт вообще никакие когти Всё только для гангов Только хардкор Плюс 20 дамага он с этого получает С 900 монет Так, Ирелия у нас пошла гангать МИД вместе со всеми Потому что доходить от Таварки далеко против Свейна она не может И сейчас будет мега-врыв, то, что я и говорил Флэш плюс сетка Все прыгают на ворона И умирает у нас Свейн Вот это ганг То есть, смотрите, Ирелия понимает, что на топе делать нечего Её будет изничтожать Кенон Ещё и Лисин там рядом приходил И она беспалево идёт на мид Получает ассист Ассист же? Да, ассист, не килл Килл сделал Райз То есть, у него будет очень быстрая капля И теперь Свейну стоять будет очень и очень тяжело Его может спасти только Синий Баф Потому что... А Синий Баф Синий Баф сейчас нет Синий Баф его спасёт, если он будет постоянно ультовать там и отхиливаться Так, Когмаф Ну, вы видите, что Когмаф практически наравне стоит Грейвсом Даже у него левел больше То есть, конечно, Тарик помог на миде Они забрали дракона Но Грейвс должен гнобить Грейвс плюс Тарик Это линия для убийства Исключительно для убийства Потому что в Лейте При одинаковом фарме из Атарик Ког намного, намного полезнее Он будет всех разрезать Вы знаете, что Когу плевать, кого бить Он любого просто зарежет Но он слаб на линии Потому что у Грейвса есть Escape Она же догонялка У Грейса есть отличный бурст Но здесь Грейса стоит по левелу И его гоняют Пеппер, правда, сейчас без маны Ему, возможно, скоро надо будет отойти на линию И, кстати, вот вы видите Стандартный Затар Пеппера То есть, он берёт на линии Руби Кристал Для того, чтобы, опять-таки, быть шире И, если что, получить несколько ударов дополнительных Кеннон также по страте Moscow Five Пошёл на мид, но прошёлся по варду Moscow Five хорошо продумывает страту То есть, они знают, что Кеннон довольно быстро пушит Но, с другой стороны, и Дарьян себя, кстати, сейчас на топе Ещё и полегче почувствовал Нет, слушай, а у Алексича Да и, в принципе, Шивана зашла не с той стороны, чтобы убить Но, по крайней мере, у Дарьина сейчас 47 мобов То есть, то, что я и говорил Вроде гнобят Вроде он с линии ушёл Вроде таверку обнимает А 47 мобов, а у Кеннона 49 плюс 2 Фигня полная Ну, ну, как я и сказал, сходил на базу Он купил себе сапог То есть, пока никаких айтемов на голд Всё для Когмава То есть, ну, но всё равно будет Более-менее полезным в замесах Он будет заставлять кидать себя стан А станов у них... Да, здесь Кеннон получал нормально А станов-то у них... Ну, хотя станов у них нормально Кеннон Дизейбл от Лисина Тарик Но в любом случае Стана, естественно, хочется тратить на Когмава Поэтому хорош с ним Нуну Потому что, если не сбить Нуну Не сбить ульт Нуну Он надамажит Несмотря на то, что он саппорт Особенно в мидгейме Он надамажит тонны У него, во-первых, самый жёсткий скейл от АП Во-вторых, у него просто невероятно много дамага Здесь Райзу отдают Синий И вместе с каплей Это будет настолько постоянный спам Что Свейну будет больно Постоянно в него будут лететь шары Практически без КД Беспрерывно Как только тот подойдёт Тяжело Не завидую я Свейну Но сейчас Лисиному тоже будут отдавать Синий баф И тому будет полегче Он даже так бессознательно Немножечко в сторону Синего сдвинулся Хотя сейчас рано ему выходить в эту сторону Естественно, здесь Максит Второй спелл у нас Когмав По стандарту хорошо Вот в новом реплейщике можно посмотреть Жалко, я просто что вижу, то пою Не могу кликать Ну и у Райза тоже стандартный затар То есть после капли он берёт Рубик Рист Для того, чтобы быть потолще Ну здесь все у нас, видите Не переживают о лишнем весе И собирает как можно больше ХП Дарин у нас взял мерки быстрые То есть, во-первых, он против Кенона В замесах вообще не будет застанен То есть, как вы знаете, Кенон это постоянные станы Постоянная головная боль Вот, и Свейну отдали синий Он теперь будет чаще юзать ульт Сейчас вот непонятно, правда, его зачем завязал Но с другой стороны, до волны крипов Все равно он отригенится Здесь по варду прошелся у нас Даймонд И комментаторы на это покликали Показали нам Типа вард Кенон купил себе уже книжку на спеллаб Вот, в чём минус команды Дигнитас здесь В том, что Это, кстати, американцы Тех, кто не знает В том, что их АП Кэрри, Мид, Свейн Не наносит большого урона сразу То есть, он долго живёт Он там дамажит со временем Но он не может выдать бурст Как какая-нибудь Кассиопея То есть, ульт Яды и несколько зубов Так, здесь массовый ганг На низ Но, ребята, естественно, осторожно держатся И сейчас будет дракон То есть, к дракону все постепенно подошли Но в этот момент Дариена отпустили Дарьин фармит 75 мобов Он вырвался А, нет, Кугмаву Кугмаву ещё больше То есть, да, они сейчас заберут дракона Наши даже пытаются им как-то помешать Дарьин бежит со всех сил Но у него Игнает Почему-то он не взял телепорт Здесь врыв от Даймонда на Грейвс Ну, Грейвс отлично выпрыгнул оттуда И поэтому с Брилли Пеппера Дракониха вылетает Но сейчас её также убьют Генджа юзает хил Дракониху экзостят И убивают Правда, в этот момент Лоу ХП Свейн Очень лоу ХП Его подхилял Тарик И сейчас будет снова забирать дракона А, нет, Свейна не подхиляли Так, приходит сюда Райс Кидает у нас шарик Дарьин тоже готов Но Дарьина маломанная Он врывается И сразу же убивает Свейна Но с другой стороны Ложится Райс И заигнайченный там у нас этот Монах выживает кое-как Но Дракона не отдали С другой стороны Размен не в их пользу Но Дракона не отдали И, возможно, сами... Нет, сами они сейчас, естественно, забирать не будут Врывается она в Тарик Решил его ещё надамажить Нормально Если сейчас никто не поможет То она его ещё убьёт Ультует Она в него сбивает Ещё и Рекол Кеннону Одновременно заставляет ребят Тратить очень много времени А вы знаете, что левелы сейчас низкие Уже Дракониха и Нуну бежит Сейчас они могут спокойно забрать Дракона Пока эти там всё со своими реколами определяются Всё-таки возвращаться ли нам на базу или нет Вот это игра 85 мобов у Кугмао 86 в лыте Этот парень разрежет всех просто на кусочки Не забывайте, что Нуну своим ультом так же и замедляет Дракониха от него попытается откинуть Ирелия его... Ну, Ирелия будет сидеть на Грейсе Тут всё... Вопрос в том, как залетит Кеннон Не забывайте, что здесь вард от команды Moscow 5 И нету вижена у врагов Так, врывается здесь у нас Дракониха сразу же в Лисина Но понимает, что надо подождать чуть союзников Выкидывает Лисин двух ребят Я тут аж тереблю ручку от нервного напряжения Так болею за нашу команду Я всё-таки комментирую в прямом эфире Так, всё ли я? Хорошо, да, вроде запись идёт Так, забирают здесь наши Дракона Всё-таки берут, нормально Тысячи наши Сейчас даже можно совсем... Не совсем удачный размен Снова убивает Алексича Но Даймонд убивает одного Сейчас так же ляжет Кеннон Кеннон флешится, отличный флеш через стену За ним бежит Дарьен И здесь пока все разошлись То есть, размен один в один Вот это да, вот это счастье То есть, Дракон у М5 И к тому же, размен нормальный Совсем, ну, абсолютно нормальный для них Вот часто у нас очень убивает Алексича У него больше всего смертей Не настолько же, сколько у остальных в сумме Но сейчас вы знаете, что Райс у нас будет собираться в жир То есть, сейчас он, конечно, купил ботинки на Пинни Тру Потому что у Рогов не так много МДФ А у Грейса вообще нет Ну, то есть, для того, чтобы наносить Тру Дэмэдж А сейчас он будет только на расширение собираться То есть, либо плащик на МДФ Либо броню Для Фрозен Харта Ну, в принципе, и то, и то хорошо Его фокусят все Здесь, то есть, броня поможет против Тарика Против Тарика вообще ничего не поможет Он голубой Поможет против Грейса и Лисина А МДФ, естественно, против Суэйна и Кенна Подсказывает Капитан Да, Шуванов вливает миллионы, конечно Хоть с Таном ее не наделили Но дамажит она много Особенно в руках Даймонда Многие считают его лучшим джанглером в мире Я, в принципе, с этим согласен Ну, не так я, правда, часто смотрел И сложно вообще сравнить всех джанглеров Ну, Даймонд молодец Во-первых, он всегда призывает команду К серьезности какой-то То есть, чтобы пикали серьезных героев Ну и так далее Часто ругается на всех Особенно его жертвы Часто становятся до арен Которые, хоть сколько бы его ни ругали Все равно отличный игрок 104 моба на первом месте То есть, вначале Вообще, забыли уже о том, что он терпел Что он не мог подойти Потому что он стоял против Кенона Кенон чем-то похож на Тима Только он полезный В тимфайтах В отличие от Собрата Барундучка Так, здесь Шивана там ошивается Шивана ошивается Вроде возле вражеского синего Конечно, хорошо бы не отдать его Свойну И Шивана хочет там ворваться Возможно, засмаетесь Здесь драка Ну, ну, дает нормальный буст к дамагу Все-таки это лучше, чем тринити Ой, лучше, чем пассивка с инфинити Так, Шивана там что-то побегала-побегала В итоге отстала Отдали все-таки синий, видимо, Свойну Покажите нам крупным планом Свойна, покажи Свойна мне запили Так, пришел сюда Лисин в очередной раз гангать Но уже поздно Не продуман у него как-то тайминг ганга То есть, несколько раз Генш довольно далеко вырывался Но, с другой стороны, у них стоит вард И надо очень Два варда Причем, мид заваржен, видите И рядом с драконом заваржен Ну, давайте я мышкой поверчу Вот, мид заваржен рядом с мидом Два варда И у дракона То есть, Лисину, если обходить То вот так вот только А обходить вот так вот Это очень долго И к тому же, еще Он же не знает Может быть, стоит вард вот здесь Вот возле бабок Тоже стандартный Так что, низ чувствует себя в безопасности И Лисин может ворваться вот Только через базу своих союзников Но через кусты он вот здесь вот пройти не может Где кнопочка фуллскрина находится Так, тут уже действия от нашей команды Во-первых, забираются бабки Во-вторых, еще могут сейчас взять Лисина Лол, но не было там варда в этих кустах И поэтому поздно реагируют ребята Даймонд Сати с Оракулом Нормальная тема То есть, он сейчас будет убивать все варды Но почему-то не хватило у них вардов Чтобы провордить тот куст И встретить Лисина с подобающей злостью Тарик, кстати, два этого на деньги Также Рубик Кристал Хочет он жить, потому что часто его фокусят Когмав Когмав, как я уже говорил Плевать кого фокусить Слишком он опасный Так, задобили все-таки Тарика Почему-то нам это опять-таки не показали Врывает сюда Лисин, но уже поздно Когмав распиливает все Приходит сюда еще Приходит сюда жесткий Алексич Флэш и Лисин Надо было все-таки убивать Грейса А у Грейса есть флэш? Да, у Грейса нету флэша Так что все-таки надо было убивать Грейса Но в такой ситуации Сложно все продумать Это я так Недленно довольно-таки посмотрел Так, есть ли тут флэш? Мне это все открыто Панель врагов Могу сказать, есть ли ульт у Грейса, например Вот, ну Размен по флэшу Конечно, не для Олега Не совсем в пользу Алексича Потому что тому флэш нужен для убийств Очень В принципе, Лисин не так серьезно зависит от флэша Но тем временем У нас здесь Дарья ломает вражескую башню На 17-й минуте это вполне нормально То есть, если бы он сломал ее намного раньше То Кенон уходил бы помогать другим лайнам Ждал бы, пока крипы вражеские Дойдут до его второй таворки И стоял Так, ну У Moscow Five есть небольшое преимущество Но Дигнитус очень серьезная команда То есть, от этой игры много что зависит в группе Дарья уже почти купил себе триньку Так как он довольно давно не был на базе Уже, возможно, она есть Сколько там? 147 крипов у этого парня 147 Кенон 110 Минус 40 мобов практически То есть, он там собирает себе сейчас релай Не будет он брать часы А значит, Кенона можно зафокусить А Кенон здесь одна из основных угроз Для Кугмава Кугмав основной дамаг в команде Moscow Five Если ему позволят стоять Конечно, если вот как я вчера комментировал игру И там Кенди Панда на своей вейн Все замесы бегал Конечно, ту вейн нельзя было назвать основным дамагом Потому что она была основным спринтером Она только и думала, чтобы убраться от гнева Севир Так, вот сейчас у Дарьи Самая неприятная ситуация Не хватает чуть-чуть на триньку Он пошел фармить гастов для того, чтобы дособирать триньку Поэтому не помогает сейчас он своей команде Потому что он хочет зафармить гастов, дособирать триньку Я сам часто собираю этот артефакт И знаю, как неприятно, когда чуть-чуть хватает Вроде ты уже даже нафармил эти чертовы 300 монет А в итоге все равно не идешь ее покупать А идешь тимфайтиться Потому что скоро дракон уворачивается Он от Свойновского станет Значит, что у Свойна еще довольно долго не будет станет Там серьезный кд, так как Максит все-таки Свойну третий спелл Кеннон кидает звездочку Но Дарьин в последний момент уворачивается Опа! Поймали! Поймали! И расстреляли ворону Это значит, что свободный дракон Свободная касса Вот это да! Вот это красоте! Нормально! То есть просто расстреляли и не простили парня Из пулеметов Так, ну, купил у нас уже Не стал брать каталист, естественно, райс Потому что это частично лишняя трата Лучше все-таки вначале купить Фрозен Харт Здесь сразу ставится два ворда По-любому виноват был по итогам Пеппер Потому что он всегда виноват в команде М5 Насколько я знаю Ну там два есть вечно виноватых Дарьин и Пеппер Если вы не знаете обстановку внутри этого коллектива Но, в общем, мораль у них довольно неплохая То есть парни нормально относятся к Стёбу Друг друга И это их спасает Да, два тринадцатых левела здесь Левелы, конечно, не так важны Но все равно Есть серьезный перевес Но кроме этого Есть более важный критерий Это четыре с половиной Даже чуть больше золота На которые опережает Москуфай Своих оппонентов Благодаря плюс одному дракону И они забирают Ашора Лол! Троица! Здесь благодаря Оракулу Враги даже не видят Они, возможно, предполагают Но они ничего не могут сделать И это халявный Нашор Вот оно преимущество быстрого Оракула Моей мечты То есть они забрали абсолютно все ворды в округе И врываются в Тарика Лол! Флэш! И минус еще и Тарик Здесь последнее, что он увидел Перед смертью Это драконий Ой, Нашоров баф И умер сразу Из-за того, что его расстреляли И из-за того, что сердце не выдержало Потому что Просто Нашоров баф Прямо, прямо перед его лицом На 20-й минуте То есть Нашор появился буквально 5 минут Его тут же уже Эти мародеры Эти русские мародеры Прибежали на своих медведях И попивая водку Забрали Нашора Ни в чем не повинного Пеппер забирает здесь окрестных крипов Для того, чтобы красный баф впавнился Красный баф Шувани очень нужен Потому что врожденного замедления у нее нет Дарьян купил пояс Потому что сейчас будут его фокусить У него по сотенке резистов И надо в ширину чуть-чуть разойтись 139 крипов у Грейвса У Кугмава 150 И это, несомненно, плюс То есть, хотя там буквально разница в 11 мобов Но крипы для Кугмава Это просто мечта То есть, естественно, по идее Грейвс должен был доминировать Особенно вместе с Тариком Но не тут-то было Не задоминируют они Генжу Не доросли еще Сейчас будет забрана вторая Таворка И Дигнетас ничего не могут делать Они кидают какой-то вялый стан Но слишком серьезно будут впендриваться И их забреют здесь Попадает звездочкой в Даймонда Тот провардил еще этот куст И сейчас Кугмав может издалека расстреливать Таворку Вообще спокойно Здесь нету антипушера Вот он, минус Свейна То есть А, ну Дарьян здесь даже чуть Таворку потанковал Но можно было даже не терять ХП А просто расстреливать Таворку Никто здесь не может отпушить крипов очень быстро Вообще никто издалека Вот, то есть Одна анивия отпушивает лучше, чем 2 АП керрии Из этой команды Конечно, Грейв там первым в пылом Ну да, Грейв Грейв чуть-чуть дополняет этих ребят Тем, что может Первый спелл Правда, ловят Ловят здесь лисина Тот, правда, отпрыгивает Игнайтит его И шарик Алексича достает Лол Через все Пронзил время и пространство Первый спелл Алексича врыв на Кугмава Но все слишком далеко отошли Кугмав просто флешнулся А вот остальных здесь Не поздоровится Врывается у нас Даймонд Прок сюда Сейчас минус Тарик К тому же еще поймал в клетку Грейвса Алексич И это просто размоз врагов на 22-й минуте Минус Таворка Генджа танчит Ему, в принципе, плевать Его никто не подхиляет Но все равно Таворку заберут И сейчас можно Доламывать оппонентов Сколько там еще Нет, правда, уже лисин родился Довольно сложно Здесь будет лучше отойти Да, лучше отойти Потому что у них на шорах баф Можно попытаться забрать Вражеский синий, которого нет Можно пропушить одну Таворку на топе Можно просто реколнуться Купить что-нибудь полезное Потому что, не забывайте Они столько всего сломали Столько денег получили Там у каждого в кармане По полтора косаря Плюс Дарьен пошел на свой родной топ Потому что больше некому особо Лайды фармить Мид они пропушили Вообще там до конца Почти Так, показывать нам деньги Но поздно Очень поздно То есть, ребята уже закупились Мы не узнали, сколько они получили Но, с другой стороны, неважно Мы видим, что 8400 8500 монет у Дарьена Когда у Кенана 6000 На 2500 он перефармивает И, в принципе, вы видите Всего лишь на 1000 Отстает Пеппер У которого ни единого кила От Кенана Настолько много Важных точек Они забрали Здесь еще таверка запушилась Но сейчас можно Ломать любую сторону То есть, у Курбава Очень большая дальность Под старым с пылом А у оппонентов Нету антипуша Кроме Грейкса Но тот все равно С первого с пыла Пачку могов Естественно, не заберет Здесь Дайвонд Очень быстро ломает вард Они спокойно заберут Эту таверку Даже их оппоненты Не будут противиться Этому То есть, они, конечно Здесь постоят Так, для массовки Но когда у таверки Останется пол хп Они резко отойдут Когмав Очень осторожен Потому что у него нет флеша Ему не спастись То есть, тут даже лучше Если что, подождать флеш Правда, баф на шороф А, баф на шороф Тем более Так Баф на шороф Кончился уже Поэтому Лучше не торопиться Лучше подождать флеша То есть, так издалека Чуть-чуть настреливать Тем более, он там Ирелия побьет Ирелия уже вармок То есть, потом К этому прибавится Атма Потом Какой-то Мэджик резист И это Ирелия Будет, конечно, разносить Пострелял чуть-чуть Генжа Но особо Без фанатизма Религиозного И без экстремизма Ставит Сразу 4 варда Даймонд прок Снижая мораль Вражеской команды Ну, это нормально Так давят на ребят 2 варда Те забрили Получили 50 голды Генжа издалека Пострелял Сейчас они добьют таворку И если не свалят Дигнетас То лягут здесь Ну, вот То есть Меньше полхп у таворки Оставалось Те решили свалить Потому что уже Защищать там нечего Отсюда отступать нельзя Потому что Если эту сторону сломают То конец всем Надо хотя бы по таворке Как-то команде Дигнетас Развести Москву 5 на драку Но Уже пол таворки нет Врывается все-таки Тарик Они собираются драться Но здесь также Шурелия Олексич в этот момент С другой стороны Их отвлекает Ну и нормально Что с одной пачки Они почти Сломали таворку Тем более Довольно скоро будет Флэш у Генжи Но здесь в принципе Нет так много дамага Чтобы Генжи быстро срубили То есть Свейн с Ро Это Тот еще дамагер Я вам скажу И Кен Который Релай до сих пор Не дособирал Тоже Тоже не убийца К тому же Иногда им приходится Отвлекаться на мид Причем они это делают Вот именно в те моменты Пока крипы не дошли Это правильно Потому что Потом уже Будет поздно Тем более Довольно близко ходить Здесь С одного Расстояния на другое 204 моба ударя Это лол 204 Сейчас ломает Ставорка И все Придется драться Команде Дигнетас Они ничего сделать не могут И минус все Ультует Кена Но тут же умирает Только он Заорал Сразу же его Прихлопнули Мухобойкой по лицу Заюзал Клинс У нас Грейвс Но он не дойдет До родного Нет дошел он До родного фонтана Просто потому что Решили убить сначала Свейна Но в любом случае Отвлекается здесь Естественно От ингибитора Зачем его ломать Используется еще Шурелия Так просто уж Для массовки И все До свидания Это безусловная победа Команды Moscow 5 Несмотря на несколько Отличных задумок От Дигнетас Но одна из которых Не сказать что бы Отличная С уходом Тарика Потому что Из-за этого Грейвс не смог доминировать Так здесь ультует На крипов У нас Грейвс GGVP Отличная игра Она мне очень понравилась Надеюсь и вам тоже Ну что же Я с вами прощаюсь Или что Рассказать что-нибудь Там О событиях Игры Так в принципе По-моему Я все про А давайте посмотрим Финальную табличку То есть Максимум смертей Это две У Алексича Которые были Еще в самом начале Что-то нам показывают Слайдшоу Табличку Но в любом случае Игра была Очень достойная И Moscow 5 Показали Что не зря Они выигрывали ТСМ В тренировках Не зря их отвезли На буткемп И не зря Ходшот По своим словам За них Ходшот и фрик По своим словам За них болеют Ну что ж Гордимся Гордимся за нашу страну За ребят Которые реально тащат Они молодцы Ну что ж Всем счастливо До свидания